Новая схема мошенничества 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 Насколько изощренно действуют мошенники Легко ли обычному человеку понять что вот это письмо и оно с подвохом Содержит ли он какую-то символику вашего ведомства может какие то нормы законов Они ссылаются на них Да, мошенники, конечно, придумывают различные варианты таких писем, в том числе ссылаются на норму закона, называют предмет задолженности, подписываются от имени какого-либо должностного лица, может быть, вымышлен, а может, настоящего. В этих сообщениях содержится определенная информация, которая простого человека, конечно, может ввести в заблуждение. Только специалист способен ее, я так понимаю, увидеть это сообщение и понять однозначно, вот они мошенники, а рядовые люди, тут уже сомнения могут возникнуть. Конечно, специалист может догадаться, что это мошенники, потому что мы такие способы не используем. Ну а людям, естественно, незнакомы способы общения служеб-приставов с гражданами, поэтому они могут попасть в заблуждение. Тогда давайте для простых людей объясним, какие все-таки есть законные способы у вашего ведомства предъявлять людям необходимость погашения долга, то есть рассылать вот эти письма. Два основных способа применяются с субъективными приставами. В первую очередь, конечно, наиболее распространенные уже в настоящее время и желательные, это мы направляем такие постановления в личный кабинет на портале госуслуг. Поэтому все граждане, которые зарегистрированы на портале госуслуг, имеют там личный кабинет, получают такие уведомления и могут свою задолженность узнать через портал госуслуг. В случаях, если гражданин на портале госуслуг не зарегистрирован, мы соответствующие уведомления с постановлениями о возбуждении испытательного производства направляем через почтовые сообщения. То есть почта России, либо почтовый оператор эту информацию через почтовый ящик приносит гражданину. То есть это два основных способа, чтобы применять службу приставов. Естественно, сообщения на электронные адреса, на электронную почту мы не направляем. Так же, как и на мессенджеры, так же, как, наверное, телефонные сообщения, да? Конечно. Мессенджеры, телефонные номера, это, естественно, могут применяться для личного общения пристава с гражданином, потому что когда пристав идет испытательное производство и уже знакомы с гражданином, просто так для уведомления граждан на наличие в отпуске испытательного производства эти способы не применяются. Наиболее безопасные способы оплаты долга гражданами? Программу банка и через эту связку, электронную связку между порталом госслуг и банковской системой будет произведена безопасная оплата задолженности. Самый простой и безопасный способ. Второй способ, если граждане не имеют лишнего кабинета, в портале госслуг можно зайти на нашем официальном сайте в банк данных спонтанных производств, там найти свою задолженность. Можно распечатать бланк для оплаты задолженности, в этом бланке уже будут все реквизиты службы средних приставов и уже через конкретный банк, Сбербанк или Сберкассу оплатить эту задолженность уже в таком простом порядке. Знаю, что в ряде регионов были случаи, когда мошенники подделывали в том числе и официальные сайты вашей структуры. Как вот здесь различить? Вот, допустим, заходит человек, чтобы погасить долг через как раз-таки банк исполнительных производств. Как отличить настоящий сайт от фейкового? Настоящий сайт наш имеет определенный адрес электронный, он у сайта ФССП России это pssp.gov.ru окончание. У различных регионов, в том числе и Алтайского края, добавляется еще код региона. В нашем случае это R22 перед точкой ФССП. Соответственно, по этим реквизитам можно отличить официальный сайт от всех остальных. Все остальные сайты, если не соответствуют этим реквизитам, они уже не будут считаться официальными, либо, может быть, действительно быть фейковыми сайтами. Если человек, допустим, преклонного возраста, нет у него госуслуг, не умеет он там пользоваться интернетом, никакими там гаджетами, а у него предположим, есть долги или он думает, что мало ли, надо уточнить, как ему действовать, куда звонить, куда обращаться или, может быть, прийти к вам? Ну, для граждан, которые действительно маломобильные, им желательно быструю информацию получить и быстро про вопросы решить, конечно, и существуют телефоны. Есть телефон федеральный, который на ФССР зарегистрирован. Это электронный бот Полина, который имеет телефон 8 800 303 400. Это электронный бот, который отвечает на все вопросы, узнав фамилии, имя, отчество и дату рождения звонившего, сообщает о наличии задолженности и размере. А при наличии сведений, допустим, о СНИЛС или БНН, может дать информацию и другую, которая заинтересует человека. И есть еще телефон наш, Алтайский, который находится в Главном управлении службы по Алтайскому краю, 29 59 38, код города 385 2, поэтому телефон может дозвониться до группы телефонного обслуживания, где специалисты в течение рабочего дня отвечают на вопросы граждан, в том числе о наличии задолженности, о способах его погашения, в том числе могут помочь записаться на наличие приема пристава, если еще какие-то вопросы остаются. Ну и, соответственно, если человек хочет попасть пристава на прием и более подробно узнать причину возникновения задолженности, либо способ его погашения, либо принести документы, которые подтверждают, что задолженность уже погашена и поэтому он уже ничего не должен, то можно записаться на личный прием приставу, также на нашем официальном сайте. Есть такой раздел «Запись на личный прием», и там через него можно записаться. Ну, тем, кто не может пользоваться интернетом, все-таки вот прийти к вам, прежде чем записаться на личный прием, как действовать? Те, кто не может пользоваться интернетом, могут записаться на личный прием через группу телефонного услужения, как я сказал, 29, 59, 38, там специалисты могут записать на личный прием гражданина, который не может записаться сам. А вообще в крае у нас много должников? В крае у нас должников достаточно много, в среднем в год возбуждается более миллиона исполнительных производств, на остатки в настоящее время около 700 тысяч исполнительных производств. Должников, конечно, гораздо меньше, потому что отдельные граждане имеют от одного до большого количества исполнительных производств на остатки. Поэтому количество граждан мы не считаем, но количество исполнительных производств я назвал. Есть ли среди них те, кто пострадали от новой схемы мошенничества? В Алтайском крае у нас такой информации нет, может быть, к счастью, по крайней мере, никто нам об этом не сообщал. Но если такие факты имеют место, то очень просим, чтобы обращались своевременно проходительные органы, для того, чтобы мы своевременно принимали определенные меры для профилактики таких нарушений закона. И в том числе вырабатывали способы им противодействия. И, соответственно, информацию будем доводить до граждан края, если такие факты у нас будут выявляться. В Алтайском крае нет, но, видимо, есть в ряде других регионов, да? Где? Да, конечно, в других регионах такие факты уже имеют место, и поэтому понимаем, что может эта практика дать ей до нас. Возможно, она до нас уже дошла, но просто об этом пока граждане нам не сообщали. А много таких регионов, где вот уже злоумышленники наследили, что называется? Нам сообщили о наличии таких фактов в трех регионах Российской Федерации. Ваш совет людям, которые могут, как мы понимаем, потенциально в зоне риска, у нас огромное число жителей края, оказаться вот в такой ситуации, получили рассылку, как не стать жертвой обмана, вообще, как, в принципе, эффективно сегодня в наше время противостоять вот онлайн-мошенникам? Ну, главное, как сказать, пожелание, получив рассылку, не стоит идти и выполнять те требования, которые там есть. То есть, если информация, вы считаете, может быть достоверной, то есть у вас есть задолженность, ее нужно перепроверить через официальные источники. И уже действовать по тем официальным источникам, которые вы найдете эту информацию о задолженности, банк данных испытаний производства, либо портал госуслуг. Только два этих источника являются официальными и достоверными. По рекомендациям, там, пожеланиям, требованиям из рассылки не стоит припринимать никаких действий. Спасибо большое за ваше участие. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о новом виде мошенничества, а также о том, как не стать жертвой обмана злоумышленников Сергеем Пекаревым, заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю. До свидания. До свидания.